доброе утро я варю овсянку здесь у меня 50 молока 50 просто воды вот и думаю идти мне к доктору или нет к врачу потому что начала хватать с утра довольно часто сейчас буду еще списываться с независимыми врачами есть у меня контакты спрашиваю у нас какая-то проверочка вот такая там штука какая-то закатит человек вылазит это лежит карина обмотана проводами нажимает какую-то кнопку короче закон подлости не хочет шевелиться спит хоть и кашу сладкую ела но сердцебиение будет нормально вот в лавра сказала что уже опускается живот уже конкретно и походу это уже точно последнее посещение я в прошлом ноги на по поводу пару дней будут нести ответственность роддом за меня не пару дней 40 дней 40 там почему больше месяца так не дай бог кто-то напишет что я там в трусах лизу а как купальники то нормально юрка снимал вот здесь 10 баллов все очень круто вообще по анализам юрка пообещал ему велик и он начал сразу давай завелиться и все-все-все я смотрю на лавочках что-то написано непонятно не знаешь что написано типа не расседать чешу вот мы уже топаем домой скорее всего я наверно не дойду а может дойду сейчас посидим немножко может вызовем машину или на маршрутке поедем взяли кофе я сегодня утром еще не пила покрашена пофарбована она высохла потрогай такой не очень ладно я думаю может реально да будем долго идти у меня утром каждые 30 минут были такие схватки тренировочные я думала уже вообще не ехать не на мазки вот эти то чисто так вот просто в конце срока по регламенту делают мазок сейчас хочу заехать купить нитки просто лежать отдыхать шить я вчера такое сделала прикольно позже покажу вам а еще купила чулки наконец-то не пожалела купила чулки тоже приеду покажу вам все-таки вызвали машину потому что очень давит у нас сейчас так получается что же что на так сильно качество на маршрутке цена практически одинаковая так как цены маршрутчики повысили вот поэтому сейчас прыгнем я еще а нитки говорила что я буду покупать нитки мулине они называются прикинь вспомнила с детства мулине такое интересное придумала вчера можно заказать но интересно руками сделать покажу вам тоже для малыша мобиль уже отставила на потом я сегодня опять не очень хопа и купила нитки мулине черные и белые я вот не помню разве они раньше были вот в таком количестве моток как-то слишком мало за 5 гривен стоит не знаю я думаю хватит взяла по три штуки поднимать как и чулки о даже есть это линейка какая-то они продавались таком пакете на такой самый дешевый вариант чулки с открытыми носочками класс сейчас надену я просто когда стою у меня давление вот в венах я чувствую в ногах прям очень сильная но у меня такого чтобы варикоза не было зато есть у моей бабушки у мамы там чуть-чуть сеточка 1 по моему вот ну для профилактики почему бы не надеть их во время родов тем более врачи очень рекомендуют и не спорьте со мной я читала много они такие классные силиконовая такая прослоечка это турция по качеству слушайте я трогала дорогие у нее для сравнения и эти они в принципе ничем не отличаются офигеть блин налезут ли они на меня они должны быть такие плотненькие я знаю что девочки перед кто летает тоже часто их надевает у кого проблемы с ножками это именно первый класс то чисто чисто так знаете вот для родов их просто идеально берут и хвалят я заказала в днепре но они к сожалению молчат мне не отвечают уже почти шестой день прошел и никто не перезванивает заказ номер заказа у меня есть но хорошо что я не оплатила вот надеюсь что когда позвонят можно будет отменить заказ потому что уже есть вот так они выглядят слушайте очень даже неплохо у них так комфортно они так поддерживают ногу супер качество очень хорошие не стоили всего лишь 350 гривен то есть такие и самых дешевых и белый цвет колгот я давно не носила конечно но и так для профилактики можно вот ой слушайте даже легкость такое ощущаю ногах мне прямо очень нравится их можно периодически даже надевать так вот на несколько минут 30 минут например на часик поносил поносил вот я вот стою вот здесь прям напрягается все очень сильно все я укомплектована так сегодня меня хватает очень сильно конкретно по мне видно как я себя чувствую такое ребята я всю ночь кстати не спала я заснула только в 7 утра и 8 30 уже встала встала в поликлинику ехать поэтому сегодня какое-то знаете такое состояние вообще ну как будто в тумане все в тумане пылесосила сейчас еще раз лишним не бывает пошевелилась немножко начала так давить конкретно и в чате у нас я помните говорила что у нас есть чат мы туда никого не добавляем это мы самого начала беременяшки нас 13 человек и всех кто рожает в июне короче собрались я вам очень рекомендую вот собрать девчонок вот если вы только забеременели да там уже стали на учет обязательно соберитесь девочками это настолько круто я вот целый день для меня это праздник потому что сегодня еще одна родила и знаете вот вроде бы чужой человек даже никогда в живую не видела но радуюсь как за своих каких-то родственников это просто невероятно и девчонки ну каждый у каждой разный пдр вот и мы сейчас по очереди рожаем по ходу подходит моя очередь вот тоже девчонки ждут и делятся и фотографиями с роддома блин это так знаете только недавно мы общались у кого на что токсикоз вот там у кого-то там 12-13 недель до а сейчас уже уже малышей показываем это вообще невероятно поэтому рекомендую вам собраться вот если вы беременны найти разных там форумах чатах можете не знаю на улык советчица написать собрать себе девчонок или же мама мамс лайф или как он называется приложение скачать там тоже собрать сделать чат в телеграме вот так вот девочки это очень круто вы между собой у во первых у каждой есть свой врач и еще все девчонки в разных местах находятся и допустим у вас есть какой-то вопрос вы задаете и независимое мнение грубо говоря да вот их врача можете услышать их мнение может уже сталкивался может уже рожал это очень круто есть я именно по блогерству грубо говоря в своем чате я не могу так откровенно делиться да там своими разными нюансами женскими потому что есть доброжелатели конечно же большинстве но есть и не доброжелатели которые смотрят знаете только ради того чтобы как-то покайфовать от того что что-то не так вот где-то да как-то что-то не не так но мы на таких не обращаем внимание так что очень рекомендую собрать такую группу себе если вы в положении эта поддержка невероятная а я всем сейчас чувствую кто смотрит меня на больших экранах телек а потому что я сегодня выгляжу вообще ужасно девочки это капец я так еще опухлая чувство отекла до ужаса так хочу вам показать что же я делаю у меня будет такая книжечка из фетра она будет раскладываться я здесь еще глазки буду делать это типа зайчик вот следующая это такая аппликация как видите с фигуркой девочки она поприлипалась сейчас все и мальчики тоже но захотелось мне повырезать это все вручную динозаврик даже такой вот смотрите машинка солнышком это колесики если что за все нужно пришить к фетру потом сделать прослоечку и и второй слой и даже пингвинчик смотрите какой будет так вот я вчера вырезала представляете а такая красота но это конечно перевернется там где я мелом рисовала вот вот такая красотень ну тут еще конечно будут разные глазки ниткой сделаю умею потом уже покажу в готовом виде а то некрасиво это контрастная такая книжечка будет я по доброе утро проснулась это это кстати красила педикюр делала нужно как-то по отрезать от ковра девочка жарко тебе уже да у нас уже жарко так в квартире становится 29 градусов сегодня лак опрокинула нечаянно упал и нужно почистить ковер это мне очень сейчас болит поясница очень болит поясница и я загружаю вам влог скакаю скачу на мячике и буду сейчас шить вот эти все занятия сегодня меня ждут и надеюсь что как-то все-таки мне захочется поспать потому что полтора часа поспать это как-то подремать знаете даже просто полежать это не дело а мне нужно набираться сил поэтому держу вас в курсе никаких интриг обещаю вот ну вот ждем чувствую что уже на носу прям вообще всем пока и до завтра